Земля Всероссийского института селекционного садоводства оказалась под прицелом рейдеров. Администрация Ленинского района Московской области пытается завладеть сотнями гектаров, на которых с 60-х годов учёные ведут исследования новых сортов растений. Об этом лидер КПРФ доложил накануне президенту Владимиру Путину. Территория с теплицами, садами и питомниками находится в федеральной собственности. Она расположена прямо за МКАД, и эта земля – лакомый кусок для застройщиков и крупных корпораций. Глава района вместе с Шайкой другого не придумали, выпиливают грушевые сады и другие. Сажают сюда какие-то паевые наделы, никогда институт не имел паёв. Суды крутят, переворачивают ситуацию. То есть вот этот беспредел, который сегодня творится на уровне района и области, мы обратились с сенадием и к прокурору, и к Мишустину, и к Путину. Сделали депутатские запросы к Воробьёву. Территория более 900 гектаров официально была выделена институту в 1982 году под опытно-производственное хозяйство. К началу 90-х от неё осталось без малого 570 гектаров. В 1995 году селекционеры наконец получили государственный акт, который определяет границы этих территорий. Но он оказался временным. Зарегистрировать официально землю так и не удалось. Под любыми предлогами администрация района отказывалась внести территорию в единый реестр. А теперь и вовсе настаивает, что акт 1995 года был подделан. Можно ли представить, что в 1992-1993-1994 годах, когда государство, можно так сказать, развалилось наше, какая-то группа людей из земельного комитета и вместе с Куликовым будут подделывать акт в пользу государства. Участок выделен институту для селекции садовых растений не просто так. Здесь исторически всегда цвели сады. А первые опыты создания новых сортов вишни и яблонь начались еще сто лет назад. Теперь попытки отобрать эту землю по частям выглядят как прямое вредительство. Произошедшее, оно прервало нашу работу, отбросило, конечно, развитие нашей селекции в данном направлении на десятки лет назад, если не больше. Но одновременно и гигантский материальный ущерб. Потому что деревья росли 60 лет, они давали много семян. Семена использовались для гибридизации. В результате были гигантские гибридные фонды. Все это одновременно было уничтожено. Схема уничтожения выверена. Сторонний человек приходит с документом на землю, якобы выданном в расформированном сельском поселении неподалеку. И ему обязаны предоставить участок. Поскольку территории садов до сих пор официально не переданы институту, именно эти земли можно передать в собственность. Человек пришел и говорит, что у меня есть свидетельство. Земля на местности не выделена. Он определяет с помощью кадастрового инженера границы земель на местности. Получается так, что определяет границы, которые были предоставлены на ОПХ. Суд это решение утверждает. А дальше уже самому научно-исследовательскому центру приходится доказывать, что суд ошибся. Инженер поверил на слово. И это бесконечная череда судов. После этого мы уже видим на публичной кадастровой карте, что возникает наложение и начинаем работать. Но к этому моменту, когда мы начинаем работать, участки уже обычно могут быть проданы один, другой раз новым собственникам. Объединены, разъединены. То есть достаточно сложно уже по факту работать. Когда вся земля окажется в руках подставных частных лиц, ее сможет выкупить администрация или крупный застройщик. А пока идет подготовка. На участке в 70 гектаров ученые выращивали чистые здоровые сорта, которые пополняли фонды саженцев по всей стране. В одночасье все это срубили, снесли и сравняли с землей.